Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 6.00 по GNT будем анализировать статистику из Англии, данные по рынку труда. Я предупреждал, что будет много отчетов по фунту, за которым мы следим, и я очень надеюсь, что фунт, который сейчас приближается к поддержке 1.30, сможет найти достаточно оснований, не только даже с точки зрения техники, но и прежде всего с точки зрения фундамента, чтобы отбиться от данного уровня и вернуться к траектории роста. В 12.00 по GNT ежемесячный отчет ОПЕК и в 14.00 по GNT выступление представителя американского регулятора БАРа. Здесь нюанс заключается в том, что это не выступление представителя голосующего члена американского регулятора. То есть точка зрения БАРа нам важна для того, чтобы понять, какое мнение вообще разделяют сейчас чиновники ФРС в контексте тех последних релизов по рынку труда, которые мы анализировали на прошлой неделе. Индекс доллара текущей котировки 101.60. Говорим по-прежнему о данных по Non-Farm Payrolls, потому что статистика по инфляции в США еще не вышла. Мы ждем ее завтра. Прекрасно понимаем то, что доллар ждет очень интересная в плане движений торговая сессия, поэтому я начал в целом эту неделю с рекомендацией в обязательном порядке контролировать риски и следить за загрузкой депозитов. По Non-Farm Payrolls общее количество новых рабочих мест 142 тысячи в августе значительно хуже, чем ожидали аналитики. И в целом, даже если сопоставлять с показателем двухмесячной давности, когда прирост был еще меньше 89 тысяч, я все равно призываю вас, друзья, делать однозначные объективные выводы относительно текущего состояния американского рынка труда данного сектора американской экономики. Все складывается довольно-таки плохо, и даже незначительный прогресс в снижении уровня безработицы не меняет всей картины. До этого были слабые данные по EDP, до этого был слабый отчет по количеству открытых вакансий от JOLS, и еще за месяц до этого, как мы помним, был опубликован релиз-пересмотренные данные по количеству новых рабочих мест, которые были созданы в американской экономике в первом квартале. Тогда мы, как и все трейдерское сообщество, аналитики, инвесторы ужаснулись тем, что мы все это время работали с заволоченными цифрами. Американский рынок труда находится в стадии охлаждения. В целом, проблема данного сектора свидетельствует о проблемах в экономике. Я не говорю о рисках рецессии, но я думаю, что в конечном счете мы увидим под конец этого года куда более скромные показатели по темпам экономического восстановления. Завтра будет отчет по инфляции. Я не сомневаюсь в том, что дезинфляционный тренд продолжится. И если бы мы могли положиться на старую риторику американского регулятора, то значительное ослабление инфляционного давления просто обвалило бы радикальнейшим образом позиции доллара, потому что раньше ФРС был сфокусирован на данных по инфляции. Сейчас фокус американского регулятора сменился на данные по рынку труда. Но и здесь, как я только что отметил, особо-то позитива и нет. Поэтому по фундаменту у нас дезинфляционный тренд и охлаждение американского рынка труда. Но разве это не те самые условия, которые должны быть достаточными для того, чтобы американский регулятор взял и снизил ключевую процентную ставку. И возможно даже масштабнее, чем прогнозирует рынок в плане консенсы. И снижение вполне может составить и на 50 базисных пунктов. По данным инструментов AdWords Tool вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов сейчас оценивается в 29%. Буквально вчера она была 24%. Настроения меняются резким образом. И чем больше будет фундаментальных отчетов, тем, соответственно, мы с более ясной, что ли, картиной подойдем непосредственно к самому сентябрьскому заседанию американского регулятора, до которого рукой подать. Я за идею позиционного ослабления американского доллара и, с точки зрения фундамента, надеюсь, мне удалось объяснить, почему. Золото 2500, но интересный момент заключается в том, что сантимент меняется. 33% трейдеров сейчас меньшинство в длинных позициях, 67% трейдеров золота шортят. Я по-прежнему предлагаю вам смотреть на этот фактор. Не забывать про идею ослабления доллара, не забывать про проблемы американского рынка долга. Десятилетки остаются на уровне 3,71%. Также фиксируется по итогам августа, точнее, по итогам прошлого месяца был зафиксирован приток в золотые ETF, которые продолжаются уже 4 месяца подряд. И аналитики Всемирного совета по золоту отмечают, что основная причина это снижение издержек, геополитические риски, ослабление доллара, снижение доходности американских облигаций. Те факторы, которые я только что назвал. То есть институционалы тоже видят этот хороший новостной бэкграунд, поэтому залазит золото в расчете на дальнейший рост. И есть еще такое понятие, как позиционирование макрофондов с отсылкой на исторические явления и на те ценовые уровни, на которых золото торговалось в эти моменты. При этом сейчас это позиционирование указывает на то, что мы наблюдаем за ситуацией, которая была последний раз во время Brexit в 2016 году, во время скрытого QE в 2019 году и во время кризиса ковида в 2020 году. Тогда же золото обновлял исторический максимум. Я не сомневаюсь, что это произойдет и сейчас, поэтому в целом верю в рост рынка драгоценных металлов. Британская валюта против доллара 1.3070 уже отметил. У нас с вами данные по рынку труда, далее ВВП и промышленное производство завтра. Этот фон какой-то из этих отчетов, он должен взбодрить покупателей, потому что еще один сильный отчет по британской экономике – это еще один аргумент для переноса сроков снижения процентной ставки. Доллар иена 143.20. Мы день назад анализировали данные по темпам экономического роста. В первом квартале экономика, напомню, выросла на 3.1%, во втором квартале рост оказался скромным – 2.9%. И, наверное, если бы я у вас спросил, как вы думаете, с чем связано замедление темпов экономического роста, вы бы наверняка сразу же сказали, что проблемы кроются в низких значениях потребительской активности. И были бы правы, потому что снижение потребительской активности – это все отголоски высокой инфляции. Но мы знаем то, что Банк Япония борется с высокой инфляцией, ужесточая национальную монетарную политику. Сюда также стоит добавить уже продолжающийся второй месяц подряд рост заработных вклад, идею, риторику, ястребину риторику Ауэды, которую разговаривает Банк Японии о том, что ставка продолжит расти. И лично для меня этого достаточно, чтобы сохранять свой бычий взгляд по иене и дальше шортить пару долларов на японская иена. Австралийцев против доллара 0.6650. Друзья, Резервный Банк Австралии, в отличие от ФРС, не будет снижать процентную ставку в этом году. Плюс ко всему, есть вероятность того, что Резервный Банк Австралии даже ее повысит. Мне кажется, что на этом анализ можно было бы заканчивать, но за последние полторы недели мы накопили еще больше факторов, подтверждающих то, что есть предпосылки для сохранения повышенных инфляционных рисков. Это сильные показатели по индексам деловой активности в любом секторе, какой бы мы ни проанализировали. И сильные показатели по торговому балансу. Также предпосылки для роста ВВП очевидны на основании последних данных по потребительской активности. Поэтому лично я даже не могу себе представить, что должно произойти в ближайшие недели, чтобы я рекомендовал вам изменить свою точку зрения и поставить на ослабление австралийского доллара. Поэтому не буду выдумывать причин. Здесь лонговая сделка в приоритете. Рынок нефти 71,70 – это системные факторы в соотношении спроса и предложения. Очевидные признаки роста предложения и фактическое увеличение добычи в Ливии. Страны ОПЕК пусть и перенесли решение поднять планку по добыче на 180 тысяч баррелей еще на два месяца вперед, но мы знаем, насколько они плохо соблюдают текущую договоренность. И фактически большинство стран уже давно нарушают квоты, и этот риск, и, скажем так, этот фактор нельзя списывать со счетов. Предложение продолжает расти на фоне замедления темпов роста китайской экономики. Нефть уже за последние две недели провалилась на 10%. Нам нужно добивать до отметки 70 долларов за баррель. Были вопросы по поводу рынка криптовалют. Биткоин 56.600, текущие котировки. Я пока что не слишком оптимистично настроен в отношении продолжения бычьего ралли рынка криптовалют, потому что вижу несколько объективных факторов, что ли, указывающих на то, что мы можем увидеть новые локальные минимумы. Во-первых, это все-таки тенденция оттока инвесторского капитала из биткоин и ETF фондов. Значительный рост предложения на биржах. Это действительно так. Это все отголоски и следствия действий правительства Германии, которые реализовали свои биткоины. И это все также реализация активов, обанкротившейся биржей МТГОКС. Напомню, что сейчас распределено процентов 35 только из тех активов, которые должны были распределены. Еще больше 90 тысяч биткоинов траншами должны поступить на рынок. Неизвестно когда. Я не знаком с дорожной картой вот этого распределения. Но ведь это уже как процесс началось и, соответственно, это вопрос времени. Как рынок отреагирует на новые, такие солидные порции предложений, которые появятся на биржах? Ну, у нас есть опыт прошлой реакции. Тогда рынок обвалился. Поэтому сейчас я бы уже сохранил ожидательную позицию, возможно, даже до выборов в США. И думал уже с заходом на 2025 год, как и что можно предпринимать в плане формирования инвест-портфеля, связанного с рынком криптовалют. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok